Все факты и персонажи данной истории вымышлены. Что случилось? Это семейное дело. Конечно, я же не член семьи. Нам нужно поговорить. Если пришла извиняться, извинения приняты. Не выслушайте меня. Я видел все возможные варианты. Ты извинялась в форме полицейского, делая стриптиз, и я не жду ничего нового. Сэкономим время, ты прощена. Я ухожу. Так, теперь нам понадобился отгул. В чем дело? У нас опять проблема? У нас тренировка? Что-то еще? Нет. Я приму предложение о Скойнеге. Не понял. Я увольняюсь. С завтрашнего дня работаю на него. Наталья Орейро. И Факунда Арана в телесериале «Ты моя жизнь». Автор идеи – Адриан Суар. Автор сериала – Эрнесто Коровски. В ролях – Карлос Бельоса, Клаудиа Фонтан, Композиторы – Алихандро Ауада, Алихандро Ауада, Марселло Масарельо, Фабиана Гарсия Лаго, Моника Айос, Аделла Глейсер, Далма Милеба, Майка Мигарена, Элиас Виньолес, Грисельда Сицилиани, Николас Дагастина, Тельма Фордин, Карла Петерсон. Композиторы – Алихандро Алем и Алихандро Порисоу, Операторы – Пабло Старина и Олехо де Фалько, Продюсеры – Мариана Петранжли и Рассана Монтес, Режиссеры – Орхи Вичара и Родольфо Антунос. Ты будешь работать со Скуеногой? Прости, разве он не последняя сволочь? Не потлец? Нет? Похоже, я ошибалась. Ты его терпеть не могла, это не ошибка. Что заставило тебя передумать? Я столкнулась с ним на улице, и он оказался не таким уж плохим. Предложил мне зарплату вдвое больше, чем здесь. Какой щедрый. Я дам тебе в десять раз больше, чем он. Нет, увы, мне неинтересно. В двадцать раз? Не хочу. Двадцать пять. Мартин, мне сложней. Я даю в тридцать пять раз больше. Ты знаешь, почему я ухожу? Ты женишься. И если я буду видеть тебя каждый день, то не выброшу из головы. Это окончательное решение? Я ничего не могу сделать? Когда? Сегодня же. Как можно скорее. Ты должна предупредить за две недели. Не могу. Если хочешь, вычтись из моей получки. Нет, но надо же как-то... Никто у тебя ничего не вычтет. Ты правда сегодня уходишь? Что ж... Прощай, Эсперанца. Счастливо, Мартин. Очевидно, мамочка, тебе прописали не то лекарство. Ты совершенно рехнулась. Что ты мелешь, мама? Дорогая, я никогда тебе не рассказывала, понимаешь? Много лет назад у меня был роман... С папой Мартино? И с ним тоже? Милая, я не знала, и сегодня, когда я увидела фотографии, до меня вдруг дошло. Значит, мой папа мне не папа? Я не знаю. Как это не знаешь, мама? Ты несешь ахиней. Голову мне морочишь. Деточка, но это было так давно. Итак, значит, ты не уверена в том, что говоришь? Ты отвечаешь за свои слова, мама? Дорогая, я скажу это Мартину. Сама скажу, не волнуйся. Нельзя ничего говорить. Если до сих пор не сказала, не вздумай открывать рот. Кони, ты не можешь выйти за брата. Мама, уймись. Я вообще не уверена, что это правда. Не вздумай проболтаться. Не вздумай. Ты поняла меня? Поняла? Нет, скажи да. Да. Какая тишина, милашка. Удивительно. Что случилось? Опять поругалась с Кесадой? Я уволилась. Милашка, ты уже столько раз увольнялась, что и не сосчитать. Нет. На все раз точно. Мне предложили работу в другом месте. Я согласилась. Милашка. Милашка, это правда? Ты уходишь? Чихнуть не успеешь, как все уже знают. Как же ты возьмешь и уйдешь? Ведь мы твои подруги. Тебя прислал Кесадо, чтобы меня уговорить? Нет, я сама пришла, потому что люблю тебя. Разве мы тебе чужие, чтобы так поступать с нами? Оставь ее, Мерседес. Кто ищет приключений на свою голову, тому не поздоровится. Так что бог с ней. Где ты еще найдешь таких преданных подруг, как мы, которые тебя направляют, поддерживают, дают тебе советы. И все даром. Знаете, кто вы такие? Кто? Пара эгоисток. Обо мне совсем не подумали. Я не могу остаться и наблюдать, как Мартин женится на мумии. Вы бы остались. Мартин, опомнись, эсперансы уходят, а ты не пытаешься ее удержать. Я ничего не сделаю. Мартин! Определенно, я тебя не понимаю. Альфредо, милашка права. Так лучше для нас обоих. Да, действительно. Давай перейдем к вопросу о Лауре. Что, не смотри на меня так? Чего мы ждем, пока у Лауры вырастет живот? Лауре, ты беременна? Нет, нет. Пока, пока. Нет, не пока, не после. Нет, но один тип подбивает клинья. Ты все преувеличиваешь, Хосе. Подожди за дверью. Мерседес, пришли мне Ферретти? Да, конечно. Привет, малыш. Отдалжи мне свои волосы, чтобы пойти в парикмахерскую. Хосе, подожди за дверью. Альфредо, выйди. Исполняй. Ну? Ферретти. Ферретти, садись. Да. Все нормально? Можно на ты? Нет, слушай меня. Ты знал, что эсперансы уходят на другую фирму? Нет. Да. Как? Почему? Когда? Сегодня. А что будет со мной? Меня выгонят. Уволят. Я ничего не сделал, сеньор. Я не виноват. Я тебя не выгоню, Ферретти. Подожди. Нет, не выгоню, ты хороший работник. Так, держать. Будешь по мне скучать? Очень. Иди сюда. Очень. Милашка, разведай, как там на новой работе. Если есть возможность для карьерного роста, свисни, я тоже туда перейду. Предательница. Вы бросите меня одну? Раз ты сказала Альфреду, чтобы не повышал меня, какое здесь будущее? Ничего я ему не говорила. Как я могла такое сказать? Ладно, я ухожу. Секунду. Можно это взять? Я обещала Кике. Он заслужил. Забирай. Спасибо. Забирай. Буду хранить. Погоди. Знаешь, это тебе. От всего сердца. Бери. Я больше хотела сумочку. Какую? Которую с куклой. Нет, ни за что. Сумочка моя. Ладно, тогда отдадим это Кимберли. Нет, обойдется. Я с ней дома буду видеться каждый день. Смотри, бесподобно. Нет, заберу. А то раздарю все аксессуары. Звони. Пиши. Увидимся пока. С Богом. Обидно. Такая красивая шапочка. Я тебя вызвал, потому что Эсперанца уходит на фирму некого Эскуэнеги. А мне он неприятен. Подозрительный тип. Что? Он хочет тебя обидеть? Убью. Слушай меня внимательно. Ты пойдешь на фирму Эскуэнеги и убедишься, что милашка в порядке. Если не так, сообщи мне. Вроде секретной миссии. Отлично. Понятно. Еще бы. Полагаюсь на тебя. Договорились. Я ничего не сделал, сеньор. Я ничего не сделал. Я ничего не сделал. Я ничего не сделал. Ничего не сделал. Доченька, ты успокоилась Вполне Выпей это мандариновый чай Вкусный Дорогая, ты помнишь, что я люблю мандариновый чай? Да, фирменный рецепт Попробую Значит, ты не сердишься на маму? Нет, за мной Что поделаешь? Я не могу тебя осуждать и винить за ошибки прошлого С кем не бывает? Деточка, я знала, что ты поймешь И Мартин тоже поймет Он такой душка, такой милый Солнышко, конфетка, прелесть Дай бог Дай бог Дай бог, детка Так я ему скажу? Не стоит, нет необходимости Я сама с ним поговорю Знаешь, Кони, наверное, я должна присутствовать, чтобы ему объяснить Понимаешь? Нет, не беспокойся Если понадобится, я тебе сообщу Посмотрим, что ему говорить А что нет Кони, ради бога Ведь он твой брат Ты должна ему сказать Это родная кровь Конечно Но лучше ему ничего не знать Понимаешь, мамуля? Хорошо Хорошо Какая жалость Я не позволю, чтобы кто-то помешал моей свадьбе Здравствуйте Доброе утро, милочка Классно выглядишь Отличный наряд Спасибо Кто тебе нужен? Шишка Он здесь? Шишка, понятно Сеньор из Куэннга Сейчас он на совещании Телевизор? Да Ты должна быть милашка Точно А ты кто? Я Марта Но можешь звать меня Мартитой Очень приятно Знаешь, у меня очень развита интуиция И я подозреваю, что мы с тобой станем большими подругами Хорошо бы Значит, можно не церемониться Да? Выпьешь что-нибудь, пока ждешь? Давай Дай кири с фруктами Нет, рано еще Капучино Вашингтон, капучино В конторе работают нелегалы Какая ты догадливая Судя по твоему костюму, здесь положено одеваться строго Отнюдь нет Серьезно? Между нами А этот распускает руки и любит приставать? Нет Сеньор из Куэннга, джентльмен Столько лет я его знаю и никаких поползновений У него хороший вкус Шутка Иди сюда, проходи Что случилось? Ты что-то забыл? Нет, ничего, я принес тебе конспекты, как обещал Ты только за этим пришел? Да, да, и... Нет В общем, я немного соскучился Немного? Или здорово? Да Честно говоря, я даже... Не знаю У меня... Очень сильные чувства И... Поэтому... Нет, 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 нет Убью, убью, попался Что ты делаешь, чувак? Нет Я тебе позвоню Я тебе позвоню и ты возьмешь трубку, понятно? Да Ладно, увидимся Пока Давай Я тебе голову оторву Мне больно, Мартин, скажи, чтобы он меня отпустил Надоели Иди сюда Не приказывай мне Грубиянка, иди сюда Постой, постой, я убью ее Погоди, не говори ни слова Что я должен делать? Не говори ни слова Почему? Потому что я знаю, как быть Пожалуйста, не дергайся Ступай на кухню, принеси мне стакан воды и не возражай Иди Брат Значит, мы с тобой кузены Это мне нравится Не смотрите на меня так Я не знаю Я сама удивлена Ты понимаешь, что это значит? Наш план завладеть состоянием Мартина опять провалился Проблемы Проблемы, проблемы Нет Никаких проблем, я все равно выйду замуж Но тогда твои дети будут приходиться тебе племянниками Нет, я хоть и преступник, но Не до такой степени Опять перебор Да Нет Это же не доказано Разве? Нет Потому что мама Мама не в себе У нее сдвиг Всегда так было Сочиняет разные вещи Однажды заявила перед всей семьей Что папа был известным трансвеститом По-моему, не смешно А это правда? Нет, просто папина сестра Манучи и его копия Мартин, он не может делать это каждый раз Когда ко мне подойдет парень Кто он такой? Твой брат И он о тебе заботится Хорошо Браво Отлично Ты на его стороне Нет, кстати, я с ним говорил И он тебя больше не потревожит Серьезно? Обещаю Мартин, спасибо Я знала, что ты меня поймешь Лаурита, я сам не хочу, чтобы ты виделась с этим мальчиком Почему? Почему? Не такая уж большая разница в возрасте Ему девятнадцать Тебе четырнадцать А Хосе с турчанкой? Она ему в маму годится Да, но это другое Почему? Потому что он мужчина? Нет 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 Разумеется, нет Потому что... Почему? Потому что... Пабло учитель математики И должен тебя учить А если он приходит сюда Под видом репетитора И лезет целоваться Пусть больше не появляется Мы нравимся друг другу Разве это плохо? Я хочу с ним поговорить И если он не поймет, ты его больше не увидишь Поняла? Нашел предлог Не спорь со мной Я не желаю спорить Такой же тиран, как мой брат Почему? Лаура, нельзя уходить, когда с тобой разговаривают Девочка права Не перечь мне, Рассита Извини Это... Мать Констанции валяется на твоей кровати Что с ней? Не знаю Вся бледная Как покойница Господи Что ты хочешь этим сказать? Пока анализ ДНК не доказал, что я сестра Мартина Считай, ничего не было Когда сделают анализ? Коня, ты так орешь, за дверью все слышно Говоришь, ты сестра Мартина? Близняшки Как мы? Конечно, как мы Как здорово Деби, что бы там ни случилось Постой, мастер Тин в курсе? Не вздумай ему сказать Нет, только, ребята, нельзя скрывать это от Марту И теперь я вижу, как вы похожи, Коня Мартин сам догадается Нельзя от него скрывать Это уж слишком Слишком ты получишь по мозгам? Получишь Не вздумай проболтаться Нет, за кого вы меня принимаете? Я буду молчать Мы же друзья Все в одной лодке, верно? Я забыла сумочку в такси Ребята, побегу за ней Ловите ее, а я займусь мамулей, пока она не проснулась Так Значит, это твой офис Нравится? Красота По сравнению с конторой Кесады, просто дворец Эсперанса, я рад, что ты теперь с нами Большое спасибо Добро пожаловать Со мной здесь очень любезно обращаются Мы как одна большая семья Расскажи нам немного о себе Обо мне? А что я могу рассказать? Не знаю, что хочешь Я человек веселый Женщина с амбициями Хочу расти Многофункционально Проявила себя в разных областях Талантливая актриса Свободный художник Имею разные награды Жестяной кондор Петь умею Меня даже в турне хотели взять 9 июля К тому же я полиглот Поли? Прекрасно знаю английский, испанский Немецкий И Европу изучила, как свои пять пальцев Поэтому, если нужно уладить какие-то формальности в аэропорту Я справлюсь Хорошо Временно живу в квартале Далабока Это я уже говорила И я боксер Боксер? Да Как Лейла? Вы не знали? Нет, ты не говорила, что боксом занимаешься Уже не занимаюсь Нет, почему? Зря Я люблю бокс Это очень благородный вид спорта Ни одного боя не пропускаю И более того В юности я сам тренировался Что с тобой, ты в порядке? Это мне не снится Нет Розыгрыш? Конечно, сеньор Как только закончится собрание, я сообщу До свидания Юноша, чем могу вам помочь? У меня волосы выпадают? Нет шампуня? Я ищу сеньора Пасо Здесь не работает сеньор Пасо Простите, не Пасо А Ла Реа Нет Господин Онс Пастор Нет Ладно Кориентос Нет, нет, не Кориентос Фамилия начиналась на А Господин с фамилии на А Аскуэнага Аскуэнага, он самый Здесь? Да Сейчас он на собрании Чем могу вам помочь? Жаклин Чего тебе? Она не мертвая Вижу, что не мертвая Вкусно. Кони, это мандариновый чай. Да, да. Жаклин. Констанца, брат. Жаклин, очинитесь. Что? Твой брат. У Кони есть брат? Насколько я знаю, у нее сестра, Вики. Да, Вики, конечно, я в курсе. Жаклин. Мартин, такой милый. Жаклин, очинитесь. Давайте же. Надо дать оплеуху, она сразу проснется. Как я дам оплеуху будущей тещи? Если не хочешь, я сама. Роса, пожалуйста, вызови врача. Роса, дорогая, что ты здесь делаешь? Здравствуйте, добрый день. Что случилось? Мартин, я должна сообщить ужасную новость. Какую? В Исконе. Что? Привет, малышка, почему ты здесь? Констанца, что? Мама, в общем... Ты чего кричишь? Трудно это объяснить. Мама, довольно хватит, мамочка, я здесь. Ну-ка, ну-ка. Спокойно, 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 мамочка бедная, успокойся. Хватит. Нет, Конни, надо поговорить с Мартином. Нет. Нет, нет. Мамочка, нет. Перестань. Ты ее задушишь. Нет, ей так нравится в темноте. Не волнуйтесь, Роса, она приспособилась так дышать. Ступайте, Роса, ступайте, это дело частное, чисто семейное. Да, иди вызови врача. Хорошо. Подожди, я сейчас узнаю, надо ли звонить врачу. Так вызвать врача? Нет, пупсик, не стою. Дело в том, что мне стыдно. Я не говорила, но мама сидит на транквилизаторах. Понимаешь? У нас есть фонд помощи спортсменам. Если хочешь, я свяжусь со своими людьми. Нет, нет, у нас тут все по-честному. Если тебе что-нибудь не понравится, или неловко себя почувствуешь, сразу приходи ко мне. Ну, а теперь, если тебя все устраивает, приступай к работе. Как у вас тут красиво в приемной. Телевизор есть. У синьора Аскуэннаги вкус безупречный. Он обожает заниматься дизайном интерьера. А руки распускает? Какое совпадение. Одна девушка задала мне такой же вопрос. Очень красивая девушка, видная, миленькая. Угадайте, как ее зовут? Если миленькая, значит, киса. Нет, ее зовут Милашка. Милашка. Да, и она сейчас на собеседовании у шефа. И давно у них собеседование? Да, уже давно. Да, да. Хорошо. Я пойду. Нет, сеньор, туда нельзя. Да ладно. Нет. Охрана. Охрана. Знаю, чем я вам приглянулась. Чем? Спонтанностью. Безусловно. Данкишон, я такая естественная, без ботокса. Уговорили. Начну сегодня же. Вот и отлично. Любите играть в паяну? Обожаю. Я чемпион мира. Невероятно. Ей-богу. Сыграем? Нет, погоди. Я соберу, не беспокойтесь. Секундочку. Вон там еще, еще вон там. Милашка, что ты делаешь? Кики. Я его убью. Кони, если ты не уберешь подушку, ей будет хуже. Нет, все нормально. Она любит так спать. Дорогая, ставь нас одних. Посмотри на нее. Безобразие. Если она узнает, что ты видел ее в таком виде, она умрет со стыда. Ладно, ладно, прости. Позор. Бедная мамочка, я тебя люблю, дорогая. Что ты делаешь, мама? Дочка, где я? Кто я? Что случилось с Кони? Ничего. Послушай, мама, ты ничего не скажешь, Мартину. Мы поступим так. Детка, у меня голова раскалывается. Надо сказать ему. Ты сказала? Нет, нет и нет. Почему, детка? Потому что сначала мы должны пройти генетическое обследование. Как сейчас принято. А когда будут результаты, тогда посмотрим. Я согласна, Кони, это правильно. Это очень хорошо. Но, Кони, ты что-то подсыпала маме в чай? Я? Нет, 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 нет. Убью! Кики, стой! Убью, он тебя трогал! Нет, Кики, нет! Кто этот субъект? Никто, никто! Жених? Постой, как это никто? Ты отрекаешься, Иуда? Куда ты лезешь? Зачем скандалишь, Кики? А как же? Нет. Все равно убью. Нет, Кики! Мартита! Вызвать полицию, сеньор! А как ты думаешь? Скорее! Я сяду в тюрьму, но тебя убью, слышишь? Убью! Как бегает твоя сестра? С дядьства научилась, я ее гонял. Куда она подевалась? Не знаю. Попробуем думать ее мозгами. У нее нет мозгов. Да. Но мы знаем, что она ищет Мартину. Значит, рванула на фирму или домой к Мартину. Да, но дома ее перехватит Константа. Тогда на фирму. Хорошо. Давай туда. Давай. Только на такси, я больше не могу бегать. Я тоже. Идем. И как меня угораздило залезть на дерево? Не могу поверить, что сама додумалась. Надо же. Вы оба радуетесь, что я не заявил на вас. Ты уволена. Сама понимаешь. Нет. Это ошибка. Лорея. Аскуэнега. Моя фамилия. Ну, мало ли. И вот что я вам скажу. Сидите здесь, пока не придет охрана, чтобы вас проводить. Хорошо. И чтобы ноги вашей здесь больше не было. Понятно? Дурень, видишь, чего добился? Я и дня не продержалась. Слава богу, здесь притон. Заткнись. Ты была у него под столом. Я играла в паяну. Неужели? Показывал свои навыки. Ну, я не знаю. Дома я тебе шею намылю. Объясни, как ты узнал, что я здесь? Я за тобой следил. Да, следил. Послушай, насчет работы не горюй, я поговорю с жирафом. Если что-нибудь скажешь, я тебе сделаю депиляцию. Да ну. Будешь похож на гея. Правда, что ли? Я тебя вызвал, чтобы поговорить о Лауре. Я догадался. Кстати, для начала хотел сказать, что мой папа ваш поклонник и... Сеньор Кесада. Сеньор Кесада. Если вам нетрудно дать автограф, чтобы я передал папе... Ну, ладно. Слушай, Пабло. Я нанял тебя как учителя математики для дочери. И недоволен нынешним положением вещей. Я тебя не знаю. И не стану судить. Возможно, ты хороший малый. Но пойми. Хотите, чтобы я больше не виделся с Лаурой? Точно. Я знаю, что получилось некрасиво, но некрасиво. Я действительно люблю Лауру, сеньор Кесада. Ты видел ее два раза. И ты мужчина, а она ребенок. Короче, ты опростоволосилась. Какая у меня прекрасная подруга. Ума не приложу, что бы я без тебя делала. Разве это не забавно? Так же забавно, как твоя история с Салу. Почему в тебе столько яда? Ты напоил меня ядом, пока был со мной рядом. Отлично, милашка. Око за око, яд за яд. Золотый слава, Ньевс. Чего ты лезешь не в свое дело? Слава Богу, у нас во дворе гласность, демократия. Старая сплетница. Сама такая старая сплетница. Караул, помогите, девочки, помогите. Еще одна ненормальная. Что случилось? Я прячусь, милашка. Почему? Вылезай оттуда. Что это? Это для стирки. Для стирки умереть можно. Ложи, что случилось? Девочки, меня хотят убить. Кто? Конду, Фалу и Мигель. Брось. Нет, правда, девочки, меня хотят убить. Почему? Когда знаешь секрет, страшную тайну, которую нельзя открывать. Короче, я знаю, а сказать не могу. Говори. Я узнала случайно. Подожди. И так забот хватает, чтобы еще слушать твои глупости. По-твоему, это глупость, что Конду и Марту брат и сестра, и Конду это скрывает, чтобы с ним обвенчаться? Брат и сестра? Я понимаю, о чем вы говорите, но, по-моему, это несправедливо. Хорошо. Я старший, и я несправедлив. Ты моложе и потому обязан подчиниться. Понятно? Сколько я тебе должен? Нисколько. Хорошо. Нет слов. Фантастика. Впервые человек ушел, не подав мне руки. Может, я был не прав? Я бы ему еще дал пинка напоследок. Молодчина, ты был на высоте. Здорово. Классно. Да, здорово. Я тоже аплодирую. Ты был на высоте. Прелестная сцена. Строгий отец и бдительный сын. Ты прав, Мартин. Девочек надо держать в строгости. И женщин. Нет. Лаура. Лаура. Одолжи телефон. Там есть автомат. Автомат? Извини. А монетки у тебя нет? Что? Монетки, чтобы позвонить. Работать надо. Дружище, вот тебе мелочь. Капитан Немо. Рядовой Райан. Я отправляюсь на Канары. Давай. Да. Говорит профессор. А это кто? Долговязый? Рэти, ты? Да, шеф. Но я себя не обнаруживаю. Ведь это секретная миссия. Можно на ты? Нет. Ты что-нибудь узнал? Объект устранен. Что ты сделал? Убил кого-то? Нет, я ничего не сделал. Это не понадобилось. Ни Аскуэнага, ни другие не пробьют оборону. Как милашка? Хорошо. Хорошо. Уволена. Она больше там не работает? Нет. Верните работу. Будьте человеком. Мне пора идти, потом созвонимся. Хорошо, целую, шеф. В засос? Хотите в засос? Нет, серьезно. Как он меня отшил. Привет. 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 Как дела? Как дела? Хорошо. Хорошо. Правда? Да. Как новая работа? Отлично, да. Да. Там отличный коллектив, замечательный. С тобой хорошо обращаются? Да, супер, да. Вижу, ты можешь уходить в любое время. Да, я там на особом положении. Не напрягаюсь, прихожу, пью капучино, гуляю, возвращаюсь. Короче, сплошная лафа. Это называется перспективная работа? Да, перспективная работа. Все ясно. А как Аскуэнага? Замечательно, великолепно. Великолепно. Так зачем ты пришла рассказать, как прекрасно живешь? Нет. Я пришла рассказать то, что узнала. Слушаю. Мартин, я не доносчица, но, по-моему, ты должен это знать, потому что вы... Язык не поворачивается. Нет, нет, раз уж ты пришла, мне в чем-то признаться, я хочу это услышать. Говори. Давай, милашка, говори. Это серьезно? Да. Что она здесь делает? Я не хочу ее видеть, сколько можно повторять. Она зашла на секунду что-то сообщить. Говори, милашка. Пусть она говорит, это ее касается. Что? 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 Ты прекрасно знаешь, о чем речь, мумия. Я уже в курсе. Ну, так о чем речь? Понятия не имею, не знаю. Объясните, что происходит. Пусть скажет ваша невеста. Невеста или кем она вам приходится. До встречи. Нет, нет, погоди, милашка. Иди сюда, хватит за ней бегать. Иди сюда, Мартин. Что? Да ничего, она собиралась что-то сказать, а ты помешала. Я не знаю, что ей надо. Но я не хочу больше видеть ее здесь. Очевидно, это было важно, иначе она не явилась бы ко мне просто так. Я не знаю, какие проблемы у этой девушки, скажем так. Не знаю, может, она пришла за бананом, может, она проголодалась. Я не в курсе, милый. Мало ли что. Пойду в душ. Погоди. Я хотела спросить, ты будешь выбирать галстук для свадебной церемонии? Альфредо, ты не думал, что где-то на земле есть твой двойник? Кто? Человек, похожий на тебя. Просто копия. Копия человек, похожий на меня. Это я сказала, копия человек. Не повторяй за мной, Альфредо. Мы поговорим, у нас диалог. А ты как попугай, заладил одно и то же. Ты имеешь в виду внешне похожий на меня? Ну, типа того. Но с другим характером. Точно. Да, да, очень интересно. Что да? Ты думал об этом или нет? Нет. Хотя однажды был поражен, когда встретил в конторе страхового агента. Но просто вылитый я. Только с усами и в парике. Надо было взять у него парик. Интересно, как бы ты выглядел? А ты встречала такую женщину? С усами и в парике нет, бог миловал. Похожую на тебя. Нет. Я уверен, если мой двойник встретит твоего двойника, у них будет роман. Большой роман. Нет, милый. Мой двойник никогда не влюбится в твоего. Почему? Потому что, Альфредо. Ты видишь, я занята, а ты лезешь с идиотскими разговорами. Двойники то, двойники это. Ступай в кабинет к Мигелю. Но ты сама подняла эту тему. Я? А кто говорил о двойниках? Ты. Иди, иди с богом. Надо же, такое выдумать. Я скажу своему двойнику, чтобы не влюблялся в твоего. Делай, что хочешь, мне наплевать. Мне дел по горлу. Плотный график. Кимберли! Не уходи без кофе. Нет, нет, мне пора. Я тебя прикрою. Буду очень признателен. Конечно. Только один момент. Не сердись, что я вмешиваюсь. Но с матерью и дочкой что-то нечисто. У них есть какой-то секрет. Я не знаю, какой. Да, я вижу. Скоро выясню, в чем дело. Хорошо. Не беспокойся. Упсик. Мартин, милый. Дорогой. Малыш, а где Мартин? Садился в машину. Я знаю, куда он поехал. Знаю. Знаю, где его искать. Мартин! Я не понимаю. Как же ты ничего не сказала? Нет. Откуда я знаю, как, Турчанка? Не получилось. Мне как-то неудобно говорить. Твоя невеста, твоя сестра. Это как в мыльном сериале. Ну, кто-то же должен ему сказать. Ты? Я! Ты не отважилась, а я должна. Напоминаю, что не я хочу вернуть себе принца. Я тоже не хочу его возвращать. Ты же без ума от него. Ладно, сменим тему. Видела, Хосе? Ишь ты, как мальчик зацепил. Ты ведь его отшила. Да, но люблю всем сердцем. Ах ты, лицемерка. Вся в тебя. Смотри. Ты бы еще узлом завязалась. Бабушка, почему в этом доме все интригуют? Я видел, как выбежала Констанца, словно фурия. Ну? Обалдеть. Должно быть, побежала за Мартином. Как всегда, с претензиями. Бабушка, кто мне действительно нравится, так это мама Констанцы. Надо бы... Ничего не надо. Ничего. Не вздумай приближаться к этой сеньоре. И учти, как только провинишься, я тебя отошлю к старику. Ты меня хочешь запереть в клетке? Да, иногда очень хочется. Лаура, Лаура! Лаура, Лаура, Лаура здесь нет? Где Лаура? Лаура! Спокойно. Что случилось? Где Лаура? Где она? Только что занималась в столовой. Ее нет в столовой. Я прошел через столовую, ее там нет. Успокойся. Может, пошла наверх? Нет ее наверху. Нет в комнате, она ушла. Ушла. Успокойся, в чем дело? Может, вышла в магазин. Какой магазин, брат? Она мне не сказала. Возьми себя в руки. Я не могу. Где она? Сбежала. Поиграем в морской бой? Давай. Ты что, больной? Играть захотел? Помоги мне ее найти. Шевелись. Ну, успокойся, Хосе. Лаура, он не в себе. Лау. Лау. Привет. Как дела? Хорошо. Прибежал на твой зов. Ты в порядке? Да. Мартин знает, что ты здесь? Это не важно. Я хочу тебя спросить. Это трудно. Что ты ко мне чувствуешь? Я же говорил, ты мне нравишься, ты очень красивая, и мне приятно быть с тобой. А что говорит Мартин? Мы не можем быть вместе из-за возраста, да? Мартин пытается тебя оберегать. Только от меня не надо оберегать. Я никогда тебя не обижу. Если мне не дадут с тобой видеться, я не смогу жить в этом доме, понимаешь? Нет, не понимаю. Я хочу уйти из дома, и мне нужна твоя помощь. Что? Войдите. Я принесла зеленый чай. Спасибо, Росса, вы очень любезны. Что-нибудь еще? Да, знаете, Росса, я бы хотела опять посмотреть семейный альбом. Можно? Я его куда-то положила. Да, сейчас. Спасибо. Ищите какую-то фотографию? Да, да, честно говоря, да. Вот она. Сколько лет прошло, это Чачо. Ну-ка. Вот. Это не Чачо, это Качо. Вы меня разыгрываете? Да нет, отнюдь. Потому что Чачо, да, папа Мартина. А Качо брат папы Мартина. Можно перепутать. Да. Вот, посмотрите, что вы говорите. Именно так. Ну-ка. Вот они вместе. Но ведь они одинаковые. Да. Как две капли воды. Боже мой, не могу поверить. Кони меня просто убьет. Мартин. Что ты здесь делаешь? Пришел узнать правду. Это не я должна тебе говорить. Ты приходила в мой дом. Растревожила и ушла, как ни в чем не бывало. Я этого больше не допущу. Ты хотела что-то сказать. Выкладывай. Или это очередная ложь? Обижаешь. Я больше не вру. А ты не врешь? Нет. Значит, Аскуэнага не выгнал тебя с работы. Как ты узнал? Неважно. Милашка, не пытайся разлучить меня с Констанцией. Пока ты не похоронил себя заживо, я скажу. Хочешь узнать правду? Да, изволь. Отлично, потом не жалуйся. Не буду. Так вот, на самом деле, вы с Констанцией? Мы с Констанцией. Что? Брат и сестра. На русский язык фильм озвучен кинокомпанией «Селена Интернешнл» по заказу телеканала «Домашний». Ак 열심히 старится다. Кючер шум моя любовь, я забыла. Домашний ягод – régAKае не выгнал человечество Он проходит! Јвэнген ノ- Субтитры создавал DimaTorzok